Эта повесть из Ирана, занесенная давно, По рукам людей катилось, как жемчужное зерно. Спеть ее грузинским складом было мне лишь суждено, Ради той, из-за которой сердце горестью полно, Писал великий грузинский поэт Шата Руставели. Согласно легендам, Шата Руставели родился на рубеже 60-70-х годов 12-го столетия В поселке Руставели на юге Грузии, почти на границе христианского и мусульманского миров. Мальчик с детства слышал грузинскую и арабскую речь, Впитывал грузинские, персидские, иранские сказки, песни и поэмы. Шата происходил из знатной семьи. Он получил прекрасное образование на родине, В Иколтойской или Геладской академии, И был отправлен в Грецию продолжать обучение. Вернувшись на родину, он стал государственным казначеем при дворе царицы Тамары. Царица всегда была окружена восхищенной толпой придворных, И Шата не мог остаться равнодушным к обаянию, уму и красоте царицы. Он писал Тамаре стихи, оды и гимны. Он посвятил ей дивную поэму «Витязь в тигровой шкуре», похожую одновременно на восточную сказку и западный рыцарский роман. Но для царственной красавицы он оставался лишь одним из многих восторженных поклонников. По легенде, из-за безнадежной любви к царице Шата постригся в монахи. Он отправился в Иерусалим, чтобы помочь с восстановлением древнего грузинского монастыря, разрушенного во время Третьего крестового похода. Там же, в Палестине, Руставели и умер, и тот самый крестовый монастырь стал местом его упокоения. А поэма «Витязь в тигровой шкуре» или дословно «В барсовой коже» – единственное произведение Шата Руставели, дошедшее до наших дней. Но все, что нам известно о поэте XII-XIII веков Шата Руставели, основано лишь на легендах и преданиях, а исторических свидетельств, прямых или косвенных, не сохранилось. Более того, нигде и никто до XVII века вообще не упоминал ни имени Шата Руставели, ни самой поэмы «Витязь в тигровой шкуре». А когда не хватает фактов, рождаются гипотезы. По мнению исследователей, в поэме иносказательно описаны реальные исторические события XII-XIII веков. Междуусобица феодалов, династические браки и биография царицы Тамары. Причем все это изложено с такими подробностями, которые могли знать лишь самые приближенные к царице люди. Если поэт был из их числа, почему тогда ни один из современников не упоминает ни его имени, ни самой поэмы? Есть предположение, что автор «Витязя в тигровой шкуре» не Шата Руставели, а совершенно другой человек – полководец, политик, блестяще образованный поэт и возлюбленный царицы Тамары, ее муж – Давид Сослан, осетинский царевич. Тогда почему в прологе поэмы говорится, что ее написал стихотворец по национальности Месх по прозванию Руставели? Возможно, Давид Сослан был только автором сюжета, а его современник, талантливый стихотворец Руставели, изложил поэму теми музыкальными стихами, которые веками передавались из уст уста. Мне приказано царицу словословить новым словом, описать ресницы, очи на лице Агата Брова. Именно стихотворный размер поэмы, популярной в XVIII веке, позволил некоторым исследователям предположить на первый взгляд невероятное. Шата Руставели – всего лишь псевдоним. Человек, написавший великую поэму, жил не в XIII веке, а на пять столетий позже. Известно, что витязя в тигровой шкуре открыл миру грузинский царь Вахтанг VI, который и жил именно в XVIII веке. По старинным рукописям он восстановил сочиненный Руставели текст поэмы и в 1712 году издал со своими комментариями. В то же время, по инициативе Вахтанга VI, специальная комиссия воссоздавала историю Грузии. При этом комиссия исправляла церковные грамоты и свидетельства летописцев, которые считала искаженными и несоответствующими истине. Поэтому некоторые литературоведы предположили, что автор витязя – сам царь Вахтанг. Он, как патриот Грузии, ученый, поэт, мог сам написать это произведение во славу Грузии, ссылаясь на якобы старинные рукописи, сфабрикованные по его же приказу. Если это правда, то почему царь Вахтанг VI подписал поэму не своим, а вымышленным именем Шатару Ставели? Так кто же такой Шатару Ставели? Реально существовавший человек или миф? А витязь в тигровой шкуре – древнее произведение или гениальная историко-литературная мистификация? Может быть, исследователи когда-нибудь ответят на эти вопросы. Хотя для восхищенных читателей это не так уж и важно. Чудесное предание о влюбленном рыцаре Тариэле и не менее увлекательная легенда об авторе сказания Шатару Ставели живут вместе многие века и навсегда останутся сокровищницей мировой культуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин